Эти кожаные зимние ботинки Иван купил в крупном бувном магазине в конце ноября. Отдал за них 3230 рублей. Мужчина рассказывает, что во время примерки его всё устраивало. Только вот в новых ботинках Иван проходил всего несколько дней. У мужчины стали сильно болеть ноги в области бёдер. Раньше, по его словам, подобных проблем никогда не было. Хотя обувь носил разную, а тут на тебе. Сначала не обратил это внимание, думал, пройдёт. На следующий день уже настолько была боль, что нога просто не поднималась. Пришлось её выволочить. Очень больно. Придя домой, сняв ботинки, через некоторое время стало полегче. Решил обратиться в магазин. Письменную претензию Ивана на качество ботинок в магазине рассмотрели. Но вернуть деньги отказались. Потому что хотя на новую обувь и даются гарантии, видимых дефектов производственного характера на ней нет. Поменять тоже нельзя. Ботинки уже носили на улице, бирки срезаны, а значит товарный вид потерян. Иван обратился в Роспотребнадзор, но там ему пояснили, что в подобной ситуации необходима экспертиза. Провести её могут и в магазине. Для этого покупатель должен написать заявление о том, что он не удовлетворён ответом на претензию и визуальной проверкой качества. Однако, если обувь признают качественной, за экспертизу ему придётся платить. А вот если дефект действительно обнаружат... Если результаты экспертизы показывают, что товар действительно имеет либо фабричный дефект, либо производственные недостатки в носке, в качестве, то потребитель на основании этих лабораторных исследований и экспертизы обращается непосредственно к продавцу с претензией, пишется в двух экземплярах, где указывает выявленные недостатки и свои требования. В этом случае потребовать можно замены, ремонт обуви или возврата денег. Иван рассказывает, что сам ходил на консультацию к независимым экспертам. Там ему сообщили, что специального оборудования для исследования подобных внутренних дефектов в городе нет. А внешние ботинки выглядят нормально. Мужчина уверен, проблема именно в качестве обуви. Он обратился в ортопедический салон. Ему пояснили, что боль может возникать из-за неравномерного распределения нагрузки на стопу. Сходил мужчина и к врачу, который зафиксировал, что у него в ноге лопнул сосуд и даже образовалась гематома. Сейчас Иван проходит лечение и новые ботинки ему посоветовали больше не носить. Как пояснили нам юристы, в данной ситуации очень много нюансов. Ведь если обувь нельзя носить по конкретным медпоказаниям, это по сути не дефект. Устанавливать является ли обувь некачественное дело экспертов. По закону можно прибегнуть к их помощи или даже обратиться в суд, где... В результате проведения экспертизы, в зависимости от того, в чью пользу нам будет результат, тот и будет получать компенсацию с проигравшей стороны стоимости, в том числе экспертизы. Поэтому всегда нужно соразмерно оценивать свои расходы и риски. Специалисты советуют, чтобы избежать подобных обстоятельств, лучше всё же разнашивать новую обувь дома, не срезая ярлыков и бирок, а при покупке внимательно читать условия гарантии. Маргарита Махрова, Егор Хребко, 6 канал.